В Ухтинском поселке Дальний подросток упал с третьего этажа заброшенного здания. ЧП в недострою произошло еще в выходные, однако стало известно о нем только сейчас. Пострадавший ребенок находится в больнице. Подробности выясняла Виктория Науменко. Четырехэтажный недострой в поселке Дальний. В минувшие выходные 15-летний подросток решил пробраться внутрь. В итоге сорвал со смежэтажных перекрытий третьего этажа и упал на первый. Юноша был в компании знакомых ровесников. Они же оказали первую помощь и вызвали скорую. Детали происшествия свидетели комментировать отказываются. Известно, что пострадавшего доставили в Ухтинскую городскую больницу. Он относительно легко отделался, закрытый черепно-мозговой травмой, с отресением и ушибленной раной головы. На сегодняшний день оценивается состояние удовлетворительное, ясное сознание. Неврологические дефицита нет. Прогноз благоприятный. Мы планируем до конца недели лечить и, если все будет хорошо, уже готовим к выписке. Между тем, сообщения от жителей поселка Дальний об опасном здании и детях на его территории поступают в Ухтинскую администрацию уже давно. Это строение должно было стать дополнительным корпусом школы номер 13 еще 20 лет назад. Но стройка остановилась. С того времени достроенный корпус – источник проблем. Кого-то из проходивших мимо чуть не задело упавшим с его крыши шифером, но основная вида – беспрепятственный доступ детей на его территорию. Недостроенное здание ограждено забором, но его надежность оставляет желать лучшего. На территорию можно свободно проникнуть, что местные детвора и делают, причем регулярно. Сейчас здание уже не стоит на балансе управления образованием и находится в ведении мэрии. За два десятка лет объект консервировали трижды. Окна первого и второго этажей полностью закладывали кирпичами, на дверь приваривали железную решетку. Однако неизвестные постоянно разрушают кирпичную кладку в окнах и даже вырывают дверную решетку при помощи транспорта, оставляя здание вновь открытым и потенциально опасным. Часто здесь подростков видите, там детей, которые там вазили? Да, мы каждую субботу, воскресенье. Они тут носятся с первого по четвертый этаж. И травму в этом долгострое дети и подростки, по словам местных жителей, получают не в первый раз. Очень часто есть такие случаи, они просто очень часто не оглашаются. Так что давно пора это здание уже либо снести. Как поясняют в мэрии, в течение следующей недели специалисты администрации проведут выездную проверку, оценят степень разрушения консервации и будут ее восстанавливать. При этом здание не является аварийным, о чем имеется соответствующее заключение. Поэтому снести его администрация не имеет законных оснований. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрген, Охта.